О патриотизме, неравнодушии славянцев и необычном литературном состязании вы узнаете из нашей постоянной рубрики Телетайп новостей. На Кубани открыты пункты приема книг и учебников для детей Донбасса. Пункты работают во всех 44 муниципалитетах края. Кроме книг и учебников можно также помочь с детскими вещами и игрушками. В начале декабря прошлого года на патриотическом форуме «За веру Кубани и Отечество» губернатор края объявил о начале благотворительной акции по сбору новогодних подарков для детей Донбасса. Вся Кубань откликнулась на призыв. Перед Новым годом в Донецк и Луганск из нашего края отправили более 36 тысяч подарков. По поручению губернатора акцию по сбору гуманитарной помощи детям Юго-Востока Украины решено продолжить. В пункты приема, открытые по всему краю, кубанцы уже несут все, что необходимо детям в горячей точке. Адрес пункта приема учебников и книг на русском языке «Игрушек и вещей» для детей Донбасса – город Славянск-на-Кубани, улица Набережная, 10. В преддверии новогодних и рождественских праздников в Славянском районе в рамках благотворительной программы «Цветик-семицветик. Вместе поможем детям» прошла акция «И в больницу придет Новый год», которая успешно завершилась 30 декабря прошлого года. Работники районной и городской администрации, государственных и федеральных органов, руководители предприятий, предприниматели и жители Славянского района смогли исполнить новогоднее желание 668 ребят. Среди них дети-инвалиды, дети-сироты, воспитанники школы-интерната, а также 49 детей, находящихся на лечении в больнице. В числе неравнодушных людей, оказавших помощь, коллектив торгового центра «Малыш», магазинов «Бегемотик», «Рубинг», предприятий «Славпром», «Славянский кирпич», представители Славянского казачьего общества и многие другие. Литературный серпантин в Татьянин день собрал юных славянцев в канон праздника всех студентов, который ежегодно проходит 25 января. Учащиеся 17-й школы приняли участие в необычном литературном состязании, которое провели сотрудники Славянской городской библиотеки. Здесь все было, как на известной игре «Умники и умницы». Своими знаниями блистали агонисты и теоретики, а оценивало ребят не жюри, а настоящий греческий античный суд – Ариапак. Школьникам предстояло проверить себя в знании истории праздника, а также классических произведений русской литературы. По итогам игры победители получили призы. Кроме того, всех собравшихся ждал музыкальный подарок от известной в городе певицы Бада Валентины Кличевой. В день открытия месячника оборона массовой и военно-патриотической работы традиционно прошел автопробег, организаторы которого – сотрудники Славянской автошколы «Досав России». В этом году месячник посвящен 70-летию Великой Победы. Цель автопробега – патриотическое воспитание молодых славянцев, ведь его маршрут пролегал через места боевых действий, проходивших в разные годы на территории нынешнего города. Это памятник освободителям станицы Славянской, памятник бойцам Таманской армии, а также парк 40-летия Победы. Колонна из раритетных машин, украшенных флагами, проехала по улицам Славянской на Кубани, делая остановки в местах боевой славы. Славянская на Кубани автошкола «Досав России» начала активную подготовку мероприятий муниципального уровня. Запланированы десятки акций и мероприятий. Провести с молодежью и курсантами автошколы уроки мужества, организовать посещение музеев и комнат боевой славы, воинских частей, массовые военно-патриотические и спортивные мероприятия – наша общая задача. Особое внимание будет уделено проведению соревнований по военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодежи. Участники автопробега, курсанты автошколы, учащиеся славянского филиала Анапского индустриального техникума, ветераны Великой Отечественной войны, представители казачества посетили памятные места, возложили цветы почти в память героев. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok